Но мы держим не коробку тормозом, а колесо. Вот здесь люфток, вот здесь люфток, в шлицах люфток. И вот здесь вот шлицы внутрь дифференциала, когда вставляется привод. И там люфток. Чик, вы слышите тук. Я приветствую всех зрителей нашего канала. С вами снова Александр. И это сервис по ремонту автоматических коробок передач. Находимся мы в Москве. А вы смотрите канал, который посвящен устройству, особенностям эксплуатации, техническому обслуживанию и разным техническим штукам, про которые стараюсь рассказывать на этом канале. Если вы уже подписчик, добро пожаловать. Если еще не подписан на наш канал, тоже добро пожаловать. А также можете высказать свое отношение, нажав кнопочку «Понравится» или «Не понравится». А также, если интересно, подписывайтесь на наш канал. Если вы все еще фанат, энтузиаст и смотрите нас на ютубе, так сказать, честь вам и хвала. Напомню, что мы также выходим, и это гораздо проще смотреть нас на нашем канале во ВКонтакте. Все ссылки в описании и в первом закрепленном видео, а также на нашем канале на Рутуб, а также на нашем канале на Яндекс.Зен, а также все новые ролики, а также статьи из нашего текстового блога на Драйв 2. Вы можете посмотреть на Яндекс.Зен и на нашем канале ЗТФ-Сервис. Кто не знает, как пишется слово «Сервис», посмотрите «Сервис» как русское. На нашем канале в разделе «Видео» можете посмотреть этот ролик, а может быть, вы там его смотрите, а также короткие ролики, шортсы, они же ролики на Яндексе, они же шортсы на Яндекс.Зен, они же шортсы на Ютубе. В общем, на любом из наших, на любой из платформ на нашем канале можете посмотреть на меня, а также, возможно, вы увидите меня на конкурирующих сайтах. Не стесняйтесь, посмотрите. Именно эти телефоны, которые вы видите на вашем экране, являются нашими оригинальными телефонами, поэтому захотите посмотреть на меня на другом сайте, посмотрите, а захотите написать или задать вопрос, или у вас есть вопрос по ремонту АКПП, пожалуйста, найдите телефоны в подписи к этому видео и добро пожаловать, обращайтесь. А я продолжаю знакомить вас с разными особенностями и штуками, связанными с автоматической коробкой передач. И сегодня как раз практическая, очередная практическая тема, которую я назвал так – «Дергает на светофория». Иногда кто-то из вас замечает – остановился на светофории, коробка в режиме драйв, нога на тормозе, сидим, ждем зеленый, и вдруг чувствуем машина – «Дерг», «Дерг», напряглась, ослабилась, напряглась, расслабилась. Вот так она вот туда-сюда как бы дергается. Ну, вроде бы не дергается, но вот что-то такое происходит, и как это такое, и про что это? Про коробку? Или про мотор? А может быть, это глюки? А может быть, вчера была пятница, и конец рабочего дня был отмечен правильным способом, и сегодня в субботу вроде бы едем на дачу, но вот какие-то возможные глюки после вчерашней пятницы. Давайте сегодня несколько моментов, связанных вот с такой вот немножечко дерготнёй на светофоре, может быть, кто-то замечал, но не понимает, что это такое. Постараюсь сегодня рассказать, и как вы уже понимаете, да, эта тема имеет отношение как к коробке передач, к автоматической, так и не к коробке передач. Итак, первым номером нашей программы что-то дергает на светофоре, будут не послепятничные глюки, а действительно может быть такая тема, связанная с коробкой передач. Давайте я немножечко расскажу, как это может быть устроено. Напомню, что я не даю точных советов. Пожалуйста, включайте голову. Это полезно, прежде чем давать напрямую советы. Нужна более точная диагностика, но в современных коробках передач есть такая неотключаемая функция, которая называется программная нейтраль. Что это такое? Производитель автомобиля любыми путями пытается сократить расход топлива. По-другому у него не получится выпустить машину на рынок, пока он не пройдет серию комплексных испытаний на экономичность. Один из способов снижения экономичности является включение этой функции, поэтому на современных коробках это актуально. Итак, что такое программная нейтраль? Мы остановились на светофоре, коробка держит, мотор находится под напрягом, хочет ехать, но мы его держим тормозом. Естественно, для того, чтобы держать мотор тормозом под нагрузкой, которая создает коробка, создает коробка, компьютер добавляет топливо, начинается чуть-чуть повышенный расход топлива. Чтобы этот повышенный расход топлива отключить, что предусмотрел производитель? Он не включает нейтралку, но ослабляет один из фрикционных пакетов. То есть, один из фрикционных пакетов, участвующий в первой передаче, расслабляется и начинает, внимание, катастрофическое слово, начинает буксовать. Вы не ослышались, производитель запрограммировал специальную функцию, после остановки на драйве, через несколько секунд, один из фрикционных пакетов немного ослабляется давление, и он начинает принудить, ну, принудительно, начинает пробуксовывать. Это дает возможность ослабить нагрузку на двигатель. Это дает возможность начать экономить топливо. Да-да-да, правильно, с задних рядов, вот там тянут руки, со словами непереводимого российского, русского фольклора, какого производитель обрек один из фрикционных пакетов на постоянную пробуксовку. Да, точно, вы правильно вот это слово сказали. Какого вот этого, это оно самое. Ослабляется один из фрикционных пакетов. И, как вы понимаете, по мере жизни коробки, жизнь именно этого фрикционного пакета будет все грустнее и грустнее, но сейчас не об этом. Он ослабляется, давление на нем немножко сбрасывается, он не расходится, но начинает ослабляться и начинает буксовать. Как только вы отпускаете тормоз, компьютер это фиксирует, мгновенно добавляет давление, пакет смыкается и незаметно машина сразу поехала без задержки. Шикарная идея для экономии топлива. Вот по такой логике, и это включается автоматически, деваться с этим некуда. Происходит это для разгрузки, для разгрузки, нагрузки на мотор. Но иногда начинается, происходит ситуация следующая. Вот у этой функции программная нейтраль есть несколько принудительных ограничений, которые отключают эту функцию. Вот вы ее выключить не можете, а компьютер может, например, если есть принудительный, ну, не принудительный, а если есть нагрев выше определенного уровня в коробке передач. По любой причине, например, лето, жара, пробка, и так капец для коробки, для температуры, а тут мы еще начинаем буксовать. И производитель предусмотрел такую функцию, как при нагреве, при заметном нагреве, при выше определенного уровня, он выключает эту функцию программной нейтраль, и тогда что происходит? остановились на светофоре. Несколько секунд ослаб пакет, разгрузилась коробка, машина ослабла, в этот момент компьютер несколько секунд чувствует перегрев коробки, и он выключает функцию программной нейтраль, то есть фрикционный пакет принудительно включается, и у вас опять коробка напряглась, машина опять напряглась, чуть-чуть постояла, вроде бы температура опять перевалила вниз, опять включилась программная нейтраль, ослаб пакет, машина немножко осела, постояла, постояла, но перегрелось масло, опять напряглась, потому что выключилась программная нейтраль, и так по кругу. Вот такая вот штука может происходить у вас на вашей коробке обычно актуально для коробок, у которых температурный режим выходит за границей по разным причинам, забиты теплообменники, греется коробка сама по себе, она уже неисправна и поэтому перегревается, много разных других причин, которые приводят к нагреву, и когда вот этот перегрев коробки встречается с функцией программной нейтраль, может быть такое явление, как напряглась, ослабла, напряглась, ослабла, а вы стоите и думаете, пятница вчера была глюки, не глюки, глюки, не глюки, нет нифига, про что это может говорить, про две вещи, ну точнее про одну, хорошая новость, что у вас все работает, как положено, программной нейтраль срабатывает, плохая новость, наиболее вероятная причина, это перегрев коробки, локальный, какой-то, задайтесь этим вопросом, посмотрите на температуру, хорошо бы сделать правильную компьютерную диагностику, хорошо бы подключиться и посмотреть, как работают фрикционные пакеты, и хорошо бы посмотреть на температуру, еще расскажу, это актуально обычно, когда на улице жарко, и вот начинаются вот эти два встречных процесса, включение программной нейтрали и перегрев коробки, поэтому это не глюк, да, такое бывает, это, кстати говоря, может говорить также о некотором уже износе коробки, помните, ослабляется фрикционный пакет, например, на ZTF восьмиступенчатом, это фрикционный пакет B, который начинает буксовать, и если у вас коробка и так нагрета до предела, то дополнительная пробуксовка может еще чуть-чуть добавить температуры, программная нейтраль отключается, чуть-чуть остыла, включилась, нагрелась, отключилась, и вот туда, вот туда-сюда дергается, в общем, есть повод задуматься про исправность АКПП, задуматься про перегрев коробки передач, и что-то с этим сделать, либо приехать на диагностику, в некоторых компаниях она бесплатная, в некоторых компаниях платная, в некоторых компаниях много всего расскажут, надо подходить комплексно, если это вопрос про АКПП, и это был первый неглючный ответ на вопрос, почему машина стоит на светофоре, и вот все время как-то так вот, то напряглась, то ослабла, но еще это не все, есть еще второй момент, ну что ж, второй есть момент, про который хорошо бы подумать, посмотреть и проверить, если у вас машина вот стоит и дергается на светофоре, для того, чтобы про это поговорить, не могу не обратиться к очередному занятию клуба «Чумелый художник» и нарисовать ни пачку сигарет о курении не рекомендую, хоть и похоже, а схему рядного двигателя, который подвешен, рядный двигатель, ну просто на него легче, на нем легче смотреть, и это актуально для рядных моторов, рядный мотор, в моем случае четырехцилиндровый, кто не понял, подвешен на кузове на двух опорах, обычно с одной и с другой стороны, у меня здесь схематично, обычно у двигателя здесь находится коробка передач, и вот это вторая опора, она на коробке передач, но он висит на двух опорах, две основные опоры двигателя, и мотор висит, и как вы понимаете, на этой точке, может вот так на этой линии, опор может качаться, а для того, чтобы двигатель не качался сильно, есть обычно третья, а иногда и четвертая опора, которую называют опору, но мотор на нее не опирается, эта опора фактически реактивная тяга, которая держит двигатель от сильного раскачивания, помните, когда мы даем сильный газ, мотор под действием внутренних сил инерции, пытается провернуться то в одну сторону, то в другую сторону, и вот эта реактивная тяга, которая тоже имеет внутри себя обычно резиновый сайленблок, и она не дает возможность, точнее, дает возможность мотору немножко качаться, но не дает возможность мотору качаться сильно. Ну-ка еще раз. Хорош! Вот такой вот кружок очумелых художников, а теперь о чем речь? А речь то вот о чем. Вы стоите на светофоре, включен драйв, нога на тормозе, с коробкой все в порядке, у вас периодически включается компрессор кондиционера. Еще один микроликбез, будь у вас либо компрессор кнопочкой, либо климат-контроль, то на большинстве машин, не на всех, а на большинстве компрессор кондиционера включается периодически, он то вкл, то выкл. На современных машинах компрессор кондиционера может работать постоянно, как инверторный холодильник, меняется его производительность, но на большинстве машин, пожилых, среднего возраста и современных компрессор кондиционера то вкл, то выкл. Когда компрессор кондиционера вкл и начинает качать фреон, одновременно блок управления двигателем добавляет топливо, чтобы компенсировать нагрузку, которую создает вот этот насос. А он создает высокую нагрузку, достаточно высокую. Точно так же, как вы наверняка замечали, компьютер двигателя добавляет, так сказать, газу немножечко. Когда вы начинаете вращать рулем, чтобы компенсировать проседание оборотов, когда включается компрессор кондиционера, добавляет газу. У нас мотор на холостых, мы держим тормозом, но мотор-то на холостых, и когда компрессор включается, нужно добавить, так сказать, топливо, чтобы компенсировать нагрузку, которая возникает на двигатель, чтобы мотор не захлебнулся, не упали обороты и поддерживать обороты. Что происходит при подаче дополнительного топлива для того, чтобы компенсировать нагрузку на мотор? Мотор ваш дергается от того, что как будто бы дали газу. Он дергается туда, нагрузили мотор, потом компрессор выключился, фуф, ослаб двигатель, опять просто на холостых. Потом включился компрессор, одновременно чуть-чуть двигатель приоткрывает дроссель, чтобы чуть-чуть добавить газу, либо там дополнительное топливо вприскается. И у вас мотор начинает то нагружаться, то разгружаться. Мотор то разгружаться, то нагружаться. А подушка-то, особенно вот эта, тю-тю, когда последний раз проверяли реактивную вот эту тягу, и у вас из-за проседания, она нерваная. В сервис приедете, вам скажут, да что у вас, все нормально, нерваная. Знаете, такой, главное монтажкой подергать и сказать с умным видом, нерваная. Но она уже слабая, просела 5 лет, 7 лет, сколько в вашей машине. И вы начинаете чувствовать вот эти колебания двигателя, потому что подушка уже слабая, и у вас мотор проворачивается на больший угол, чем положено. А может быть даже и на нормальный угол. И вот вы чувствуете, стоите, стоите, бум, бум. Периодически включается компрессор кондиционера, бум, бум. А вы сидите, думаете, может быть все-таки пятница, может быть глюки, что-то у меня машина то туда, то сюда. Я вроде ее держу, а она что-то там происходит. Проверить элементарно. Отключите компрессор кондиционера. Вот на несколько минут, постойте на светофоре. О, все пропало. Фух, не пятничные глюки, слава богу. Все, вперед на проверку и, возможно, замену опор двигателя. Особенно начните вот с этой реактивной, которая вот так вот активно работает. Обращу внимание, что на более современных машинах обычно из этих двух опор одна, скорее всего, у вас является гидравлическая, которая уменьшает передачу вибрации на корпус от двигателя. А может быть, эта гидравлическая опора уже померла, бедная, чтобы мотор у вас не упал, он просто садится. Там так устроено в разных конструкциях, но принцип тот же. Мотор висит как бы на некой жидкости. И это компенсирует, нет передачи вибрации от двигателя на кузов. Но если жидкость вытекает от того, что резина лопается, обычно опора там садится одна на другую конструкцию этой опоры, чтобы мотор не упал на пол, и вы начинаете чувствовать вибрации. И уже, может быть, привыкли к этому. Но когда у вас происходит вот это вот качание двигателя от резкого газа, потому что когда вы даете газ, у вас вся машина трясется, а когда у вас на стоячей машине компрессор, может, у вас опора гидравлическая просела, и вы будете чувствовать вот эти вот дерготню на светофоре от включения компрессора. Выключите компрессор, проверьте мои слова, выдохните, фу, не пятница и не АКПП. Надо ехать проверять подушки двигателя. И вперед проверять подушки двигателя. Сервисы, не приговаривайте коробку сразу, проверьте на рабочей машине, не надо. Да это коробка, да это надо все подряд проверить. Повесьте машину на подъемник, встаньте снизу и понаблюдайте. Очень просто. Это был второй момент, но еще не последний, еще третий момент, который может приводить, и он тоже неявный. С удовольствием вам про него расскажу. Ну что ж, есть и третий момент, он, я бы его поставил на последнее место, но, тем не менее, имеет место быть. Итак, у нас включается, смотри, пункт 2, компрессор кондиционера. Двигатель получает дополнительную нагрузку от компрессора, добавляет топливо. Мотор на подушках висит четко. Подушки мотора, опоры двигателя нормальные, но вот эта нагрузка, которая то появляется на двигателе дополнительная, то сбрасывается. Ведь эта нагрузка через коробку, мы, эта нагрузка приходит на колеса, но мы колеса держим тормозом, у нас то на полуоси появляется небольшой дополнительная нагрузка, то сбрасывается, то появляется, то сбрасывается. Это происходит от того, что мотор периодически добавляет топливо, убавляет топливо, добавляет топливо, чтобы не проседали обороты от компрессора кондиционера. Это понятно. Мы колесо держим тормозом, оно вроде бы не двигается, не едет у нас машина, стоит на месте, но колесо относительно кузова висит на рычагах. Если в вашей машине рычаги, а точнее шарниры, а точнее саленблоки в этих шарнирах уже слабые и просевшие, то у вас будет появляться, когда кузов вместе с мотором относительно колеса за счет слабых шарниров будет немножко дышать туда-сюда, туда-сюда, за счет слабых, прослабших, ослабших, разбитых, подразбитых, чуть-чуть подразбитых саленблоков, начинает кузов вместе с двигателем, который висит на кузове, вместе с коробкой начинает дышать весь кузов, потому что саленблоки позволяют это делать. Вот такая вот неявная связь. Понять это сложно, по-хорошему нужен вибростенд, чтобы колесо стояло на машине, но вполне это можно увидеть, опять же, при нормальной диагностике на подъемнике держите колеса тормозом, стойте снизу, включаете, там посадите человека в кузов и понаблюдайте, что происходит, где происходят вот эти вот движения, что дышит, мотор дышит или кузов относительно колеса дышит туда-сюда, за счет того, что слабые саленблоки возможно в подвеске. Вот такая вот неявная цепочка даст возможность более точно разобраться во всей этой ситуации. Это был третий момент, но есть еще бонус, бонус для тех, кто досмотрел, и это третий плюс момент, раз уж кружок очумелый художник заставляет меня рисовать тут перед вами всякие картинки, давайте еще один момент вот на эту, на эту тему. Это относится скорее к троганию. Вот мы постояли, у нас то ли дергает на светофоре, когда мы стоим, то ли не дергает, ну да ладно. Мы трогаемся и слышим стук. Иногда этот такой же тук бывает просто при включении драйва тук, при включении реверса тук, включаем задний ход тук, включаем передний ход тук. В общем, что-то такое тукает. Поднимаем машину на подъемник, прежде чем звонить про ремонт коробки. У меня коробка стучит на драйве. Почему? Потому что между мотором и коробкой, которые действительно висят нормально, нет зазоров, нет проблем в коробке. Но на моей схеме не нарисованы, ну вот в данном случае, два шарнира, внутренний шрус и внешний шрус. Так вот, напомню, что если между мотором с коробкой и колесом, мы когда стоим, мы держим колесом, а включаем драйв здесь. Когда мы включили драйв, либо начинаем ехать, коробка выбирает, она начинает вращать эту часть вала, а должна вращаться, должна вращаться и эта часть вала вместе с колесом. Суммарный люфт, который может быть, но может и не быть. И вот если этот люфт есть, у вас этот люфт будет выбираться, когда будет происходить знакопеременная нагрузка. И вы будете его слышать. Иногда это просто при включении драйва. Вы включили драйв, коробка-то хочет вращаться, но мы держим не коробку тормозом, а колесо. Вот здесь люфток, вот здесь люфток, в шлицах люфток, и вот здесь вот шлицы внутрь дифференциала, когда вставляется привод. И там люфток. Чик. Вы слышите тук. Включили драйв в обратную сторону. Тук. Как это понять? Вы уже поняли. Не надо сразу звонить по телефону, хотя, конечно, можно по телефончикам, которые вы уже записали. Но самое простое. Поднимаем машину на подъемник. Запишите себе. Поднять машину на подъемник. Колесо держим тормозом. Держим тормозом и включаем драйв. Что вы, как профессиональный, уже теперь продвинутый юзер, увидите. Включай! Говорим мы тому, кто там сидит в телефончике, играет в машине. Он включает драйв, и у нас выходной вал чуть-чуть тук, тук, и провернулся. И встало. Колесо-то держим тормозом. Реверс. Тук в обратную сторону. Вот так оно и будет видно. Особенно, если у вас не передний привод, а еще и полный привод, тогда у вас, как положено, ну не у вас, у машины, где-то здесь раздатка, а от раздатки у нас кардан, карданный шарнир, еще один карданный шарнир, редуктор, внутренний шрус, внешний шрус, колесо. Внутренний шрус, внешний шрус, колесо. И вот теперь то же самое умножьте на 10. В каждом из этого, 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 этого шарнира от времени, может быть, уже люфт. Мы держим колеса все тормозом, включаем реверс, у нас коробка пытается крутиться, мы ее как бы пытаемся держать, но мы не ее держим, а мы колеса держим. Держим здесь, а коробка проворачивает немножечко выходной вал вот здесь и выбирает весь этот суммарный люфт. Тук, включили драйв, включили реверс, тук, мораль всей черной басни, вы уже поняли. Что у вас там записано на бумажке? Заехать на подъемник в мой сервис. Правильно, колеса тормозом подняли, посадили, включили реверс, посмотрели снизу, включили драйв, посмотрели снизу, а еще посмотрели на саленблоки, а еще посмотрели на опору двигателя, а еще у нас здесь, вот здесь вот, ну обычно вот здесь вот у коробки опора, вот здесь вот у мотора опора и какая-нибудь реактивная тяга здесь. Сервисы, не призываю все подряд менять, но посмотрите, тут столько всего, прежде чем приговаривать бедного расстроенного клиента на коробку. Проверьте все внимательно и я уверен, у вас все получится и вы обойдетесь и меньшей кровью, и не будете создавать лишнего ажиотажа, потому что летом он у нас и так катастрофический. Надеюсь, мои советы были практически вам полезны. Если понадобится, применяйте в жизнь. Напомню, что этот и другие советы посмотрите упертые на YouTube, а все обычные граждане на Routube, Яндекс.Зен, во Вконтакте, на нашем сайте zfservice.ru и, пожалуйста, не ломайтесь, а если припрет, вы знаете, куда обратиться, телефончики там, все такое. За сим разрешите откланяться, как обычно, повеселил вас. Дальше будет только интереснее, не переключайтесь, подписывайтесь. С вами был Александр, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok